Доброе утро! В медицинском кабинете большой комплект оборудования. Здесь есть электрокардиограф, дефибриллятор, кислородный баллон, готовые наборы с необходимыми медикаментами на самые разные случаи. То есть мы при какой-либо ситуации не набираем препараты, а мы берем эту коробочку, она у нас уже готова, и все эти препараты используются. Помимо здравпунктов, на месторождениях предприятия организовано дежурство машин скорой помощи на экстренные случаи. Полноприводные автомобили доберутся до самых отдаленных объектов. Внутри есть все необходимое для оказания первой помощи. От глюкометра до аппарата ингаляционного наркоза. Автомобили скорой помощи, наши здравпункты обеспечены всем необходимым оборудованием, как и кардиографами, дефибрилляторами. На предприятии заботятся о здоровье каждого сотрудника. Это один из приоритетов социальной политики «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегаза». В этом году запущен новый проект – целевой медицинский скрининг работников офиса. Очень порадовало, что наше предприятие заботится о здоровье своих сотрудников. Можно сказать им огромное спасибо. В программу целевого скрининга входит набор лабораторных и инструментальных исследований, а еще консультации узких специалистов. Это очень удобно, отмечают сотрудники. Все врачи находятся в одном месте, что значительно экономит время. Углубленная диагностика занимает всего полтора-два дня. Результаты исследований передают доверенному врачу. На их основании он делает заключение. Благодаря такому комплексному подходу любые заболевания можно выявить на ранней стадии. Я как терапевт в полном восторге от того комплекса, которым проходят ваши работники. На сегодняшний день, вот у меня опыт 24 года стаж, это лучший скрининг, который я видела вообще от любого предприятия. Поэтому честь и хвала тем, кто это придумал, организовал. И, конечно, мне как врачу легче оценить состояние пациента, когда у него есть максимальное обследование. На предприятии работают пять доверенных врачей в Муравленко и в Ноябрьске. Специалисты следят за здоровьем пациентов, готовы консультировать в любое время. И рекомендуют обязательно проходить медицинский скрининг раз в год. А еще вести здоровый и активный образ жизни. Тренажерный и кардиозал, тренировки по футболу и волейболу, женский фитнес и многое другое. У всех сотрудников предприятия есть возможность заниматься бесплатно в спортивных комплексах «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». Также компания проводит состязания по 11 видам спорта. Так здесь укрепляют дух и тело. Также у нас активное участие в ГТО. Запланировано данное мероприятие на июль месяц. Уже 700 человек у нас зарегистрировали свои УИНы. Лето – пора программ реабилитационно-восстановительного лечения. Работникам предприятия предоставляют льготные путевки в санатории нашей страны. Из такой оздоровительной поездки недавно вернулась Светлана Капустина. Две недели она провела в санатории на Черноморском побережье. Каждый день проходила по 4-5 процедур. «Мы проходили лечебную программу по опорно-двигательному аппарату. Там были ванны гидромассажные, обычный массаж. Мне понравились микротоковые процедуры. И всяческие ингаляции, общие оздоровительные процедуры». «Мы стараемся создать не только комфортные условия труда, но и комфортные условия отдыха наших сотрудников. В рамках программы реабилитационно-восстановительного лечения, которая сейчас как раз в самом разгаре, мы отправляем в санаторий нашей страны около 1200 наших сотрудников, а вместе с членами их семей это около 3000 человек». Отдых и оздоровление проходят и дети сотрудников предприятия. Этим летом в лагере «Алые паруса» в Тюменской области побывают 190 мальчишек и девчонок. В Олимпийскую ребячку отправят еще 30 детей из мини-футбольного клуба «Газпромнефть». Ангелина уже отдохнула, завела новых друзей и с удовольствием вспоминает дни, проведенные в лагере. «Бывало рисовали, плели там фенечки, например, бывало что-то любили». Сегодня в «Газпромнефть» и «Ноябрьскнефтегазе» трудятся 4000 человек. Их физическое и моральное здоровье в фокусе внимания предприятия. Поэтому и создаются новые медицинские проекты, увеличивается число льготных путевок в санатории, улучшаются здравпункты. Одним словом, делается все для комфорта специалистов, их здоровья и долголетия. Евгения Губина, Сергей Павлов, Алексей Зайцев, Ямал-1.